Привет всем, с вами Шаман, это мой очередной майнкрафт гайд по моду пиксельмон и поговорим мы сегодня о том как можно зарабатывать в игре, а конкретнее на сервере пиксельмон.про, ссылочка будет в описании. Многие из рассматриваемых мною в этом ролике способов работают и в соло прохождении этого мода, но будут рассмотрены эти варианты, которые помогут вам быстренько разбогатеть, если вы играете с друзьями на озвученном мною сервере. В последнее время я часто вижу новичков на сервере, которые в чате задают вполне логичный вопрос, как заработать покедолары, чтобы облегчить себе существование в покемире майнкрафта. И я вот насчитал целых 15 способов заработать. Конечно же вы можете придумать еще другие варианты и написать об этом в комментариях к ролику. Первый и самый простой способ это просто ждать и ничего не делать. Да друзья, бывает и такое, что вам платят за одно лишь ваше присутствие на сервере. И вот на проекте пиксельмон.про каждому игроку на личный счет постоянно капает баблишко. А если быть точным, то за 10 минут проведенных онлайн вы получаете 300 покедолларов, а за каждый час онлайна 1000 баксов. Итого за час вы получаете 6 раз по 300 баксов и разочек 1000. Итого 2800 покедолларов. Кстати, проверить свой счет на сервере можно нажав в игре на клавишу U. Русская Г. Второй способ заработка это торговля различными предметами с другими игроками на местном рынке. Вводим команду в чат слэш гтс. И вот перед вами тот самый рынок, на котором все кому не лень выставляют свои товары на всеобщее осмотрение. Вы также можете торговать всем, чем вам вздумается. Хоть ресурсами из ванильного Майнкрафта, хоть покемонами, а хоть и покеболами. Как бы сами изучите здесь, чем торгуют и сами подумаете, что бы вам продать. Я надеюсь, вы знаете, как добывать априкорны и делать покеболы. Если кто не в курсе, изучайте матчасть или пишите под роликом и будет вам видос. Так вот, вы можете опять же толком ничего не делать, а просто играть в свое удовольствие. А сервер будет выдавать вам различные награды, которые вы можете оставить себе или же продать на рынке. Пожалуй, первым делом вам следует раз в сутки писать в чат команду слэш бонус. За это вы получаете такой вот бонусный сундук. Берете его в руки и отправляетесь на спаунг статуи местного символа. Например, на Хоэне, где я играю, это статуя Герадоса. Удерживая сундук в руке, кликаем им по статуе и запускаем рулетку с ежедневным подарком. У меня вот, например, получилось выиграть 20 премьер болов. Ну, скажу вам, так себе покеболы, но для новичка сгодятся. А если же вам они не нужны, просто продайте их. Пишите в чат команду слэш гтс, пробел, сэл и перед вами тот же рынок, но для продавцов. Выбираете категорию, что будете продавать, предметы или покемонов. И после кликаете на предмет, вот в моем случае премьер бол, выбираем стоимость его продажи. Вот здесь указана цена предмета. А вот справа, что нажимать, чтобы увеличить цену. А слева, что нажимать, чтобы снизить стоимость вашего лота. После кликаем подтвердить и ваш лот отправлен на рынок. Теперь заглянем через команду гтс на торговую площадку и увидим вот наш лот. Если за сутки ваш товар не продастся, тогда он вернется вам в инвентарь. Помимо бонусного сундука на сервере вы гарантированно будете получать бесплатные сундуки за то, что просто висите онлайн. Всего существует 4 типа этих самых сундуков. Пакебол сундуки, которые можно открывать и получать из них. Представьте себе, пакеболы. Эти сундуки вы получаете в инвентарь по одному каждый час, проведенный онлайн. Так что всегда следите, чтобы ваш инвентарь был свободен хотя бы частично. А за 10 часов онлайна вам дают 2 пакебол сундука. Ну и сразу 3 сундука дропается каждые 20 часов, проведенных на сервере. 4 сундука за 40 часов. И наконец сразу 5 сундуков за 80 часов игры. Заметьте, что вы можете выходить из сервера, а не висеть там нон-стопом те же 20 или 40 часов. Время всегда будет считаться суммарно за все ваши вхождения в игру. Вот пример я расписал вам на экране. Получается суммарно за 80 часов онлайна вы получаете 118 сундуков. Второй тип сундуков, которые вам дают за онлайн, это так называемые ТМ-сундуки. Внутри таких сундуков вы обнаружите диски со способностями, которые можно устанавливать на ваших покемонов. Подобный лут падает вам также в инвентарь в количестве 1 штука каждые 2 часа игры. 2 сундука за 15 часов, 3 за 30, 4 за 60 и 5 сундуков вы получаете за 120 часов проведенных онлайн. Калькулировать можете сами я думаю. А мы смотрим на третий тип сундуков, это сундучки с шапками. Внутри них вы найдете различные усиления, которые можно повесить на ваших покемонов. Подробнее обо всех шапках я думал сделать как-нибудь отдельный ролик, если конечно же вам будет интересно. И значит сундуки с шапками падают вам по одному каждые 4 часа игры. 2 сундука за 22 часа игры и 3 сундука за 48 часов онлайна. А еще раз в 24 часа проведенных на сервере вы получаете одну шайни сферу. Открыв ее вам выдадут случайного шайни покемона. Кто не в курсе, шайни покемоны ничем особо не отличаются от оригиналов, а лишь только особой окраской, вот как вы видите в моем примере. Но эти покемоны довольно таки ценные среди коллекционеров. Ну и как вы уже догадались, весь этот лут из сундуков вы можете отправлять на рынок, зарабатывая на этом деньги, чтобы после покупать именно то, что вам больше всего хочется. Ну например вот легендарных покемонов там или бистол. Ну и третий способ заработка, это выведение покемонов на своей домашней ферме. Как разводить покемонов я пока не буду вдаваться в подробности. Но знайте, что вы можете выводить покемошек с лучшими статами, а затем продавать их другим игрокам. Ну а также вы можете продавать пойманных хороших покемонов, конечно же, на том же рынке, как и описанные ранее предметы. К тому же вы можете делать в чат объявления с предложением вашей услуги по выведению покемонов под заказ. Как только вы разберетесь как это делать, то сможете смело создавать дома множество ферб с самыми популярными покемонами. А уж после продавать топчиков на этом самом рынке через команду gts sell. Способ заработка номер 4 это поучаствовать в лотереи, которая проводится нон-стопом прямиком в чате сервера. Напишите команду slash loteria пробел купить и еще через пробел укажите количество билетов. От 1 до 50. При этом стоимость покупки одного билета составляет 500 покедоваров. Достаточно прикупить хотя бы один билет, чтобы побороться за приз. Каждый час определяется победитель лотереи из всех участвующих. Сумма награды формируется из всех денег, потраченных участниками лотереи на покупку билетов. То есть все, кто купил билет, вкладывают свои денежки в общий куш. Естественно, чем больше людей играет, тем больше вы можете выиграть. Но еще вот от сервера награда периодически в общий куш, так сказать, капает. Вот я снимал для вас пример и вы видите, что мне улыбнулась удача и я вот выиграл. Немного, конечно, может, но неплохо и так. Бывает, получается сорвать побольше куш, так что пробуйте. Особенно, если вы азартный игрок. А у нас способ номер 5 на горизонте. И это будет ловля покемонов. Действительно, пока вы новичок на сервере, чем вам заняться? Конечно же, исследовать мир и выискивать для своей команды новых покемонов с хорошими показателями. Так вот, друзья, за поимку любого дикого покемона нам на счет капает денежка. Если вы простой игрок без привилегий на сервере, за поимку покемона вы получаете такое же количество денег, как его уровень, плюс 30 баксов к этому. То есть при поимке покемона, вот у меня, например, вулу 13 уровня, я должен был получить 13 плюс 30 баксов. Итого 43 покедоллара. Смотрим чат. И вот тут я получаю 63 доллара вместо 43. Да, немножко больше, но это потому, что у меня привилегия мастер на сервере. О самих привилегиях я подробно пока не буду говорить. Но знаете, игрок с привилегией тренер получает за поимку покемона сумму, равную уровню этого покемона, плюс 40. А мастера также, но плюс 50. Вот еще у меня пример с номер 36 уровня. Игрок без привилегий за его поимку получает 66 баксов. Мастер 76. А мне вот капнуло 86 покедолларов. Так что, друзья, как видите, привилегии на сервере также помогают зарабатывать больше денежек. Но подробнее обо всех этих преимуществах привилегий мы поговорим как-нибудь в другой раз. Конечно же, если вам будет интересно. Шестой способ, похожий на пятый. Это вся та же ловля покемонов, но тех, которые имеются в списке охотников на сервере. То есть, если вы введете в чат команду слэш охота, вам выдадут список из пяти покемонов, на которых сейчас объявлена награда. Вот в первом столбце указаны названия покемонов, затем какой характер должен быть у пойманного вами покемона. Если вы поймаете точно такого покемона с одним из трех указанных характеров в списке, вам дадут награду, указанную в третьем столбце. Это будут покеболы, деньги, конфеты и жетон охотника. Ну вы, в принципе, и сами все видите. Кстати, жетоны охотника можно будет обменивать у NPC, но сегодня не о них. И в последнем столбце вы видите, сколько времени до истечения запроса на поимку того или иного покемона осталось. Как только время выйдет, тот покемон будет заменен другим. Чтобы новичку было проще найти нужного покемона, можно в чат написать команду слэш пэвики и через пробел имя желаемого покемона. Перед вами откроется менюшка, где будет вся информация по этому покемохе. Вот, к примеру, я написал пэвики Анарит. В биоме его спауна указана просто Майнкрафт, что дает нам понять, что этот покемон не спавнится в дикой природе. А время спауна, ну в принципе, уже и не важно, ведь это ископаемый покемон, которого можно получить лишь с окаменелостей. Давай-ка посмотрим следующего. Донфан, значит. Вот где он спавнится и с каким шансом. Хоть и невысокий шанс, но все же есть. А появляется он в дневное время суток. Допустим, вы решили идти искать этого Донфана. Открываем покерадар на клавишу слэш и вписываем сюда название покемона. Отмечаем его в списке. И теперь, когда он будет возле вас, радар просигналит вам желтым светом. Ну вот вы сейчас сами все видите, как это происходит. Но, к сожалению, пойманный мною Донфан оказался не того характера, о чем мне сообщили в чат. И еще тут также написали, что он получает буст Ивсов. Я глянул, Ивсы так себе. Ну и поменял Донфана на рандомного покемона у профессора Оука через команду слэш WT. Я подумал, вдруг мне повезет и попадется что-то ценное. Но, не повезло, на Донфане мы не заработаем. Способ номер 7 это путь киллера. Простой и понятный способ для любого новичка на сервере. Вам необходимо не ловить покемонов, как это я рассказывал только что, а просто побеждать их. И за победу над диким покемоном вам начисляется денежная награда, равная размеру уровня побежденного вам покемона. Как бы здесь все просто. У игроков с привилегией тренер эта награда удваивается. А мастеру полагается награда в троекратном размере от уровня побежденного покемона. Так что вот вам еще один плюс заработка с привилегиями. Мой личный пример игрока с привилегией мастер сейчас вы наблюдаете на экране. И мы идем по головам далее. И подходим к похожему способу заработка под номером 8. Охота на покебоссов. Время от времени вам будут встречаться различные усиленные покемоны, которых нельзя будет поймать. У них будет приписка, что это покемон босс и указано насколько он редкий. Всего имеется 6 уровней редкости боссов покемонов. А чем круче босс, тем больше будет за него награда. И как в случае с денежными наградами за поимку покемонов, игроки с привилегиями тренер и мастер будут получать множитель на эту самую награду. Более подробную инфу по боссам я пока не буду приводить, а то и так запутаться можно со всем этим. Там в 6 уровней за каждый уровень своя награда, короче, в темный лес. Хотите подробностей? Милости просим на форум. А способ заработка под номером 9 это доминирование над NPC тренерами, которых вы время от времени будете встречать в дикой природе. Аналогично другим играм о покемонах, эти NPC будут готовы сразиться с вами и в зависимости от уровня этого, так сказать, босса, они будут выставлять против вас от 1 до 6 покемонов на бой. Как и боссы покемонов, NPC тренера делятся на 6 типов по уровню сложности. Ну и, конечно же, чем сложнее будет у вас противник, тем больше денег за победу над ним вы получите. А если у вас еще и привилегия будет, вы поняли, короче. Номер 10. Прокачка покемонов на Блиссе или Шанделюрах. Как правило, чаще используют покемонов Блиссе, по крайней мере, я в чате именно за них видел сообщение. Но вы можете постараться заполучить свою коллекцию и тот и другой вариант поков. Зачем они нужны и чем они важны? Суть методы проста. Имея в наличии Блиссе или Шанделюр, а у них жизни дофига и опыта за их победу дают довольно-таки много, вы в чате можете предложить другим игрокам быстро прокачать их покемонов за условленную плату. После встречаетесь с заинтересованным клиентом и сражаетесь с ним, выставив свои Блиссе или Шанделюров. Конечно, лучше всего их будет собрать 5 штук в команду. При этом у вашего заказчика сильно так экономится время и нервы. Ему не приходится бегать по полям, там лисам, набивая уровень покемоном на рандомных диких покемошках. Тут просто нужно будет парочку минут посражаться и покемон будет вкачан на максимум. А если у вас будет в команде 5 Блисси с шапками Лаки Эгг и мувами Молитва, то процесс пойдет куда быстрее. Но это уже разговор для отдельного ролика, я думаю. Еще как вариант, можно заполучить легендарного покемона, который способен открывать портал в Ультра Космос. И также за денежные вознаграждения предлагают другим игрокам вашу услугу по доставке их пятой точки в параллельные измерения. На момент создания этого гайда на сервере имеется несколько покемонов, способные ломать миры. Это Арцеус, Палкия, Салгалео, Лунава и Некрозма. Если что не так говорю, ребята, то дополняйте меня в комментариях. Буду вам признателен. А мы подошли к 12 способу пополнить наш кошелек. Это голосование за проект Pixelmon.pro. С этой целью вам необходимо. Первое. Войти на сервер в игру хотя бы раз. Второе. Проголосовать на рейтинговых сайтах. Третье. Дождаться награды. Она не всегда приходит моментально. И, конечно же, четвертое. Перевести деньги с личного счета на кошелек сервера, на котором вы играете. Считай, первый этап вы сделали, раз вы смотрите этот гайд. Теперь идем голосовать. Существует три типа голосований. С фиксированной наградой, где вам дают от 3 до 5 тысяч пакедолларов за голос. Голосование в иностранных топах с рандомной наградой. Там вроде как помимо основной награды, выдается еще награды за 30, 60 и 90 дней голосования подряд. И еще существуют топы без наград, на которых вы не получаете никакой награды, но помогаете продвижению проекту Pixelmon.pro. Внизу на форуме, вот в этом вот месте, находятся кнопки на основные проекты, куда можно сходить поголосовать. Если вы проголосуете нам всех сразу, то получите, смотрим, вот в моем личном кабинете на форуме 20 тысяч пакедолларов. Так что заходите каждый день и голосуйте, это займет немного времени, а кошелек пополнит вам легко и быстро. Ну и к тому же вы поможете проекту. А все прочие проекты, в том числе иностранные, на которых вы можете проголосовать, я укажу в описании к этому ролику, чтобы еще больше не растягивать этот видос. И мы уже близимся к концу, друзья. Но нужно еще рассмотреть пару-тройку вариантов заработков. Один из них не совсем так уж и заработок, а скорее покупка внутриигровой валюты. Да, это донат на сервере. Вы можете заплатить своими реальными денежками и прикупить покедоллары в личное распоряжение. И я, как бывалый игрок на этом проекте, настоятельно рекомендую вам не спешить вливать баблинские, а подождать особых событий, о которых вы можете узнать на спауне вашего сервера. Как вот, например, у меня на Хоэне или же на форуме в разделе «Новости и анонсы». Это повышенный курс покупки валюты. Когда происходит такое событие на серверах, вы можете купить покедоллары с большой скидкой и при этом получить различные плюшки, которые каждый раз бывают и каждый раз они эксклюзивные. Вот как пример, вы сейчас видите, какие награды за донейшн вы можете получить в бонус. Озвучивать я их не стану, конечно же. И для наглядности пополню свой счет на 1000 рублей, что по нынешнему курсу составляет 3 миллиона покедолларов. Захожу, плачу и вот они родимые у меня на счету. Теперь нужно написать в дискорд артикуна или сайт свайпу, сообщив, что вот такой вы молодец. И за ваш донат в игру пройдут все обещанные плюшки. Как вот в моем примере, который вы сейчас наблюдаете на фоне видосе. А если вам интересно узнать подробнее, что я обычно получаю из-за все мои донаты, да и не только, смотрите на моем втором ютуб канале «Шаман Геймс» нарезку моих прохождений на сервере «Pixelmon.pro». Всем буду рад, друзья. Или вот тут еще я постю свои ролики на форуме в разделе «Кинотеатр». Ну это если вам лень на ютубе искать. Ну и если вам мало бонусов за поддержку проекта, то заглядывайте еще в Телеграм Пиксельмона, в котором время от времени выбрасываются промокоды, которые вы можете использовать. Конечно же при условии, что задонатили. Опять же в моем примере осталось вот два свободных промокода. И по условиям за каждые 500 рублей доната я могу взять один промокод. То есть все остатки теперь мои. Пишу Артикуна и получаю в игре двух обещанных легендарных покемонов с довольно-таки хорошими статами. Вот они красавчики. И подробнее о них будет, конечно же, отдельная серия на моем втором канале. Да, куда уж тут без саморекламы, друзья. Ну и если вы все еще не ушли, нам осталось рассмотреть последний 15 способ получения покедолларов. Это покупка покепропуска. Забегая наперед, вот вам на форуме в поиске вы можете найти такой вот прекрасный гайд по этому типу заработка. Автору отдельный респект за много буков и наглядные примеры. А если хотите, могу я вам видос об этом запилить как бы. Но если коротко, вот открываем чат, пишем команду slash bp и перед нами, так сказать, батл пассы различных уровней. Кстати, за открытие сундуков, которые я вот минутой ранее получал за донат, вам разблокируется доступ к покупке премиум версий этих покепропусков, в которых вы сможете получить еще больше наград. Так вот, суть методы. Вы выбираете пропуск, покупаете его и после просто каждый день заходите и играете на севере. За проведенное количество времени в игре, для каждого уровня покепропусков оно разнится, вы получаете возможность забрать ежедневную награду. За пропущенные дни, как бы награда не пропадает. За первые, пятые, десятые, пятнадцатые, двадцатые, двадцатые и тридцатые дни, вам будет выпадать очень много рандомных наград, а также покедоллары. В остальные же дни, одни лишь покебаксы. Сразу же скажу вам, друзья, что окупаемость покепропуска на достойном уровне. Мало того, что вы вернете себе все потраченные на покупку покепропуска доллары, так еще и приумножите их. И плюс получите, как я уже сказал, много наград, которые сможете использовать по своему усмотрению, а хоть и вовсе все продать и стать миллионером. Так что не проходите мимо покепропусков, они введены на сервер не так давно, но я уже успел оценить их плюшки. И одним словом, я доволен. Ну и как бы на этом все. Кто не ушел, тому большое спасибо. А если тебе понравился видос, подпишись на мой канал, поставь лайкос и там все прочее. И за второй мой канал также не забывай. А еще на Хоэн заходи, если меня повидать лично захочешь. Отдельная благодарность Артикуна, Маршалу и Кеку за помощь в создании ролика. И я желаю вам хорошего настроения, друзья. С вами был Шаман и всем пакеда.